Всем привет, всем народная дракониха и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет обзор всей моей коллекции мягких драконов. Она у меня не такая большая, но тем не менее я вам ее еще не показывала полностью, так что сегодня я вам всех покажу. Итак, давайте будем начинать. Я вам покажу по отдельности каждого персонажа и постараюсь это сделать быстро и все рассказать. Ну что ж, погнали. Давайте начнем с самых маленьких. Например, вот этот вот беззубик, он по третьей части и он из серии дракон птицы. Я показывала эти фигурки на своем канале и в общем-то вот такой вот беззубик. Маленький, миленький и пушистый. Классно в общем. Далее у нас идет черный свет. У меня их два. И они просто невероятные милашки. Я их обожаю. Но, к сожалению, я все так же не могу найти третьего черного света для полного комплекта. Мне не хватает беленького. И также есть черный свет с голубыми глазками. И он отличается тем, что сзади вот у него такой рисунок есть, как будто бы он в тайном мире. И, кстати, этикетки я из них не связала. Вот они как были, так и есть. Далее идет фиолетовый змеевичок. Я его тоже показывала недавно. Он очень классный. И мне он очень нравится. Невероятно милый. Далее идут подушки из магнита. Их у меня две. Это Дневная Фурия и Грозакрыл. Они классные. Их также можно одеть на руку. Но единственное, мне не нравится, что это отдельно головы, а не полноценные драконы. Ну и так же у Дневной Фурии можно запихнуть ей руку и ее одеть. Тут также есть этикетка такая. Вот так вот это будет выглядеть. Немножко странно, но ладно. Далее идет вот такой вот беззубик. Если я не ошибаюсь, он из белых. И это невероятно классный беззубик. Он мягкий, большой. И это то, как бы выглядел беззубик, если бы съел 10 порций пельмешек. Ну, потому что он очень смешной, такой толстенький. И потому он, правда, переел. Может быть, он переел свои рыбки любимой. И также он с такими голубыми шапами, будто бы он в альфа-режиме. Но я в этом беззубик упалуха. Далее идет вот такой крошеголов по второй части. И, кстати, я его обожаю. Хотя он не настолько, может быть, детализированный. Но он классный, действительно. У него есть прошитые крылья. Правда, нету гоготочков. Ну, да ладно. В целом он классный. И на нем есть этикетка, хотя она немножко подлипалась. Я его покупала не нового. Ну, то есть на Авито. И он очень клевый. Я его обожаю. И так же у него очень милая мордашка. Да и весь он сам классный. Далее идет еще один беззубик. Он, по-моему, даже не оригинальный. И, в общем-то, он неплохой. Но все же есть у него недостатки. Он не настолько реалистичный. Но зато у него есть такая подвеска. Его можно куда-нибудь прицепить. Но только у меня он свалился, если я его цепляла куда-либо. Вот такой вот хвостик. Он достаточно тонкий. И крылья. Но они, в общем-то, самые обычные. Так же я не понимаю, почему у него белый рот. Может быть, чтобы он выделялся. Ну и так же, может быть, этот даже не беззубик. Потому что у него глаза не зеленые. Далее идет большой беззубик, которого я вам уже показывала в отдельном обзоре. Это мой любимка. Я его обожаю. И, в целом, на него есть подробный обзор. Если интересно, то вы можете найти на канале. Классный большой беззубик. Он самый большой среди всех моих мягких. И я его обожаю. И так же на нем есть этикеточка. Вот такая. И я ему делала вот такой вот ошейник. Он невероятно милый, даже когда злится. Так же у меня есть вот такое ужасное чудовище. Или же Килы Клык. Я его, кстати, покупала в магазине Тойру. И помню, когда я за ним пришла, там, по-моему, еще был беззубик по третьей части и сарделька. Но я выбрала именно его, потому что мне он понравился как-то больше всех. Он достаточно пушистый и приятный на ощупь. И вообще я обожаю Друга Клыка. Опять же, он очень классный. В общем, вот такая вот у меня коллекция моих плюшевых блюзей. Я их всех обожаю. У меня не такая большая коллекция мягких, так как я собираю в основном только пластиковых. Но, тем не менее, я планирую в будущем покупать еще мягкие фигурки. И я думаю, что моя коллекция еще пополнится. Ну, вот так вот они выглядят. Но только Клыка здесь нету, потому что я его потом забыла добавить. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тут много всего интересного. Видео выходит достаточно часто. Всем пока. До новых встреч, новых видео.